Всем привет, друзья, из Алании. Мы находимся в кафешке Гавана Клуб. В самом начале пляжа Клеопатра. Потрясающее море. Сегодня сто лет не было на Клеопатре. Сейчас пройдусь и у многих сердце будет обливаться кровью, когда я покажу вам, что происходит на пляже. Ну вот здесь пока это все еще стоит, а вот там уже все я вижу. Сносят, но сносят еще не так активно, хотя уже, наверное, все в основном посносили. Напоминаю, что будет в новом сезоне у нас по всей Алании одинаковые пляжи, одинаковые кафешки, одинаковое все. Ну, как утверждает мэр и все, кто принимал этот проект, что это будет очень-очень красиво. Но уже я слышу многие очень люди в печали, потому что, да, конечно, есть у каждого кафешки, вот есть что-то свое индивидуальное и что-то такое, вот знаете, ну вы сами знаете, что мне вам рассказывают, что вот на Клеопатре там на каком-то пляже какие-то фигуры стояли, где-то кафешка была стилизована под что-то, то есть как бы и привлекали, возможно, этим кафешки, да, то есть своим стилем, кому-то что-то нравилось. Ну, будет теперь все. Будет красиво, но будет одинаковое. А как оно будет, посмотрим. Буду вам показывать все эти стройки, конечно, грандиозные. Тут не так и много времени, как бы до конца марта, я думаю, они должны это все закончить. А еще только идет снос всего. Будем ходить, любоваться сейчас. Кстати, знаете, что заметил? Сейчас приехал с Конаклы, здесь потеплее, потеплее, причем потеплее, вы знаете, градуса так и так на 2, наверное. То есть реально вот в Конаклы я даже шапку достал, одел. Хотя оно было там, наверное, 13 градусов, но здесь сейчас, может, даже 16 не буду утверждать. 15 точно есть. Я на Клеопатре даже не могу вспомнить, когда я был. Может, даже с начала лета здесь не был. Не знаю, одна часть или две будет. Дойдем мы до отеля Аладдин. Либо в одной части, либо в двух. Аладдин Кейкубат на коне. Передает вам привет, но не буду я переходить к нему дорогу. Там ни одного человека нету. Тоже самокаты у нас, самокаты. Но сейчас они будут, когда я вам покажу поближе. Я вчера вечером снимал по всей набережной, по всей Алане. Теперь прокатные электросамокаты. Точно, как ими пользоваться, не могу вам сказать пока что. Но при помощи смартфона это, я думаю, однозначно. А вот как, кто, как их заряжают, как. Либо они все видят, когда человек пользуется, где его потом оставляют. Как, чего, в общем, не знаю. Когда подробно кто-то сможет рассказать. Возможно, кто-то пользоваться им будет. Тогда все это вам расскажу. Летит человек оттуда. Один. Да, теплее, теплее реально, чем в Конаклы. Теплее, чем в Анталии. Вот вам, пожалуйста, южная точка, да. Казалось бы, Конаклы совсем рядом, но там вот... Там реально попрохладнее. Это прямо ощутимо, вот если бы вы сейчас со мной были. И в Конаклы, и здесь. То есть, в Конаклы я был еще 20 минут назад. Чувствуется разница в погоде, в тепле. Здесь теплей. Где тут начинались пляжи? Тут эти параглайдеры. Получается, их эти все офисы тоже посносили. У них сейчас негде потусоваться им. А по мне, знаете, как самое красивое, не какие-то там лежаки, блин, все пляжи в лежаках, а вот вообще, вот как здесь сейчас есть. Вот это вот то, что мне нужно. Никакие нахрен лежаки не нужны, никогда в жизни я на них не лежал и не понимаю, как вы на них лежите и зачем вы на море ходите, если вы не в море, а на лежаках, не знаю. Мы с разного теста с вами, с большинством из вас. Кто-то, конечно, как я, кто любит море, приходит, сидит в море, кому эти лежаки все нафиг не нужны. Вот это вот самое классное сейчас, реально. Чисто, красиво, природа, без всяких. Идем, смотрим. Кто-то из вас уже в шоке, вы помните, что здесь была, там еще будочка. Это же старые, еще не новые, новые. Я не думаю, что еще начали бы что-то новое ставить, потому что еще не снесли все полностью. Не новые, что-то павильончики, были они, были, наверное. Море потрясающее сегодня. Море 19,8, ближе к 20, температура воды. Людей гуляет здесь много. Ну, как много, не то, что много, но гуляют люди, дождя нету. В Конаклы сейчас я выезжал, дождик капал. И по Конаклы ходил тоже дождик. Я не знаю, это видео мы будем смотреть уже после Конаклы. Это может быть 31 числа. Мы смотрим. Может быть, новогоднюю ночь. Тогда я вас поздравляю всех с Новым Годом. Если мы это смотрим 31. Потому что поснимал там в Конаклы, пока есть что показывать. Ну, тут вот, да, тут пока не так активно разбирают. Видимо, некоторые кафешки работают. А я думаю, наверное, все-таки же на Новый Год тут и отелей куча будет работающих. Наверное, упросили они, чтобы на Новый Год пока их не сносили, скорее всего. Потому что вижу, он 22-й пляж. То есть, получается, вот тут у кого-то качельки, у кого-то еще что-то. А там, где будет все одинаковое, там будет все одинаковое. Ну, посмотрим. По-любому оно будет, конечно, красиво. Ну, а как? Как, чего? Человек приземляется. Вот этот электросамокат. Вот человек едет на нем. Местный, по-моему, был бы русскоязычный. Я бы, наверное, даже прицепился бы, попробовал бы спросить, чтобы он полностью рассказал четко, как им пользоваться, как брать, как оставлять, как деньги снимаются, как заряд регулируется, как чего. Итак, 22-я кафешка и пляжик. А на каком я купался, я уже забыл. Я здесь в начале лета, да, в начале лета я же здесь купался. То ли 21-й, то ли 22-й, я уже забыл даже. Мелисса отель. Пишите, кто едет на Новый год, какие отели работают, чтобы мы хоть знали. Пишите, кто куда едет. В Канакле я не нашел работающих отелей. Ну, не то, что я там все отели не обходил, конечно. Вполне может быть, что в Канакле на Новый год никто не работает. Может быть, и такое. Я уже заскучился тут за мишками. Всеми, надеюсь, они на месте. Вот отельчик вроде как работает. Клеопатра Life. Клеопатра Life Hotel and Spa вроде как работает. Точно я не знаю. Какой малыш. В оба авто, смотрю, уже нету ничего. Ни одной кафешки. Пройдусь тоже днем, покажу вам. Здесь еще вот как-то... Сырачки все эти еще стоят в основном, я смотрю. А будет ли кто-то купаться? Вот вопрос. Да, солнышка нет, но, в принципе, вода-то теплая. Пока я не вижу купающихся. Тихо и спокойно, кто приезжает на Новый год. Будете ходить, наслаждаться тишиной. Надеюсь, толпы людей не будут бегать по Алании. Туна отельчик вот тут тоже я не вижу. Работает он, не работает. Там все тихо, спокойно. Сложно что-то сказать. Кто работает. Уже к Мегросу мы подходим. Да, я думал, что здесь уже все поубирали. Но видите, пока здесь как-то оно еще на месте все. По словам, я думаю, что это не так. Замечал вот когда, ну замечал такое, да, даже в ноябре месяце, когда Анталия и едешь с Аланья в Анталию или даже с Аланья там в Сиде приезжаешь, даже летом, совсем другая температура воздуха, реально, которая ощущается, что она отличается. То есть в Алане всегда теплее. Сейчас вот заметил на примере Конаклы даже, насколько теплее сейчас здесь, чем... Какой красавчик идёт. Большой и добрый. Очень большой. Боже, сколько ж ему еды надо на один, а такому большому. Бабульки сидят, которые вязаные, продают вещи, игрушечки. Ожидание туриста. Вот тут сейчас, я так понимаю, интернет везде. Пишите, кто им пользуется. Вот ещё самокат. Люди активно пользуются. Их буквально день или два, как поставили. Но вот вы видите, люди уже ими пользуются. Мочалочки, мочалочки в основном у бабушек сейчас. Здесь уже что-то поубирали, да, уже я вижу. Вот это что-то пустого не было, этого всего. То есть вот тут... Бринс Бич Хотел тоже я вижу так. Не могу ничего сказать. Может быть, работает, не работает. Скорее всего, не работает, я думаю. Девятнадцатый пляж. Что-то у нас написано, что-то на Новый год, наверное, что будет происходить. Или просто поздравление. Я уже забыл, как произносить. Мутлу и лар. И поздравление, которое я не смогу вам перевести от мэра Алани. Типа, добро пожаловать в 2022, с Новым годом, Алани. И текст поздравления. Ну, как-то тихо и спокойно. Боже! Люди вот... Кто писал, что хочет с ним плыть? Вот, блин, вон он плывет, если вам видно, руками машет. Я, честно, я всегда говорю, что он плывет из Махмутлара до крепости. Но теперь я уже даже не знаю, что сказать. Мне кажется, я тот же самый человек. И я не удивлюсь, если он стартовал даже не на Дамлаташа. Я не удивлюсь, если он реально плыл те скалы. Если он плывет из района Оба. Вон человек плывет, реально. Это вообще просто... Он чемпион, и он плывет, получается, круглый год. А впереди я вижу людей купающихся. Оба. Интересно, наши или турки. Ну, вот человек идет в футболочке, смотрите. Ну, он в Конаклы, он бы замерз, реально. В Конаклы, вот просто... Я ходил, ходил, там-то дожди капают. А потом думаю, одену-ка я шапку на всякий случай. Так вот там было как-то... Ну, не так, как здесь. Здесь вот сейчас реально комфортно. И вообще супер просто погодка. Так, стрекоза. За этим я тоже соскучился. Его давно не видел. А, я водолаза прошел, нашего любимого. Разоболтался и прошел водолаза. Стрекоза, которая прилетела сюда от муниципалитета. Вы помнят, как она там жила. Да, я вообще, сложно мне сказать. Ну, конечно, может он реально сегодня плывет. Отдам латаж, как минимум. Ну, человек просто... Ну, ихтиандр какой-то тут слов нет. Там женщины купающиеся. Их аж трое, по-моему. Сейчас, если дойду туда, не разбегутся. Покажу их вам. На пляж я не пойду туда, в песок. Ну, я думаю, что купаются не только они. Наверное, если пройти сейчас до Домлотаж, прям туда. Я думаю, что есть, наверное, еще купающиеся. Конечно, если бы было солнышко сегодня, то... Купающихся было бы еще больше. Две вроде бы девушки. Один мужчина там вижу. 18-й пляж. Так, где мой мишка любимый? Скоро уже будет. Есть русскоязычные гуляющие, но больше турков сейчас здесь гуляют. 17-й пляж. Привет. Blue Star. Клеопатра Atlas. Это, получается, на два отеля. Смотрите, тут можно сказать, в принципе, что вот такие вот эти вот сарачки, они были одинаковые на многих пляжах. Ну, а дальше уже за ними там уже каждый расстраивал так, как хотел. То есть, ближе к пляжной зоне, ближе к морю. А так вот будочки здесь одинаковые, их довольно много. Там целая толпа купающихся. Они вон все сейчас одеваются, вытираются. Три женщины, мужчина стоит возле моря. Он, наверное, еще не купался, скорее всего. Либо еще собирается купаться. Видите, дожди у нас довольно часто, много дней подряд. Тоже вода не успевает впитывать, даже на земле. А проезжали мы что-то где-то, какой же там был, где-то то ли от Деки Зелач, или как он называется, вот в том районе где-то. Там прям было такое впечатление, как рисовые поля, знаете, водой залитые. То есть, вот реально смотришь на поле, да, оно все в воде. Вода блестит, не впитывает. Многоместных гуляет. Возможно, это приезжие из других провинций. 16-й пляж. Ну, в общем, первое, наверное, новшество мы увидим как раз в районе, который первые снесли. Это Обайтосмур. Здесь я смотрю, пока как-то не так активно. Видимо, не хватает рабочего персонала, чтобы сразу огромное побережье охватить и все посносить везде. Так, а дамы эти купающиеся. Хочется же посмотреть, наши это или местные. Пока не могу сказать точно. Сложно сказать. Либо Казахстан, либо местные девчонки. Красивое море, потрясающие виды. Солнышка только не хватает. Ну, будем надеяться, что много ходят. Знаете, немцы и европейцы, англоязычные ходят сейчас. Обращаю внимание. О, я вижу Мишку. Мишку любимого. Здесь я не был с августа или с июля, скорее всего. Никак я сюда не добирался. Мужчина он котиком гладит. Пятнадцатый пляж. Да нет, он просто гладит. А мы сейчас... А как вы чувствуете? Сразу прям прибежали. Иди кушай, на. Кушай. Так, идем дальше. Пятнадцатый пляж. И Мишка. Любимый наш, родной. Мишка ждет. Хочет с вами со всеми фоткаться, кто приедет на Новый год. Не забывайте про Мишку. Красавчик. Привет. Как дела? Что такое печальное? Людей нету, да. Да, фоткаться не с кем. Понимаю. Вообще, вообще, чуть-чуть повеселее вот это было сделать. Сильно уж серьезное лицо такое задумчивое у тебя, да? Красавчик наш. Калинка-малинка. Я уехал из дождя. Вот там вот везде дожди, дожди. И в Анталии, наверное, сейчас заливают. Я смотрю туда, вот даже в Конаклы сейчас видно. Боже, я в Конаклы был. 40 минут назад стоял возле моря в Конаклы. Я аж не верится. Сейчас я здесь. Да, в общем, вы видите, здесь практически ничего еще не сносили. То есть, я думаю, что, скорее всего, для того, чтобы кафешки все-таки поработали на Новый год. Потому что основная часть людей, которые приедут на Новый год, они, конечно, не в оба автос море будут. Хотя там тоже есть работающие отели. Но больше людей как бы здесь. Место туристическое, зона туристическая. Поэтому им, наверное, разрешили. Так, сейчас я вам, наконец, покажу самокаты. Так, в темноте там что-то я вам вчера показывал. Они повсюду. Они не только здесь. Смотрите, они даже там. Практически возле каждого дерева. Реально возле каждого практически дерева. Смотрите, здесь есть QR-код. Вот это вот, я думаю, для смартфона, скорее всего. Меня интересует вопрос, как узнать, насколько он заряжен. Ну, ладно, это можно посмотреть, наверное, как-то. Где-то, наверное, есть какой-то индикатор. Потом, когда человек его оставит. Как происходит оплата? Как происходит фиксация? Где он его оставляет? Сколько денег это стоит? Вот тоже QR-код. Сколько это стоит? И кто их потом заряжает? Как это все? Ну, вот это мигает. Это, наверное, как-то с зарядкой связано, скорее всего. Ну, такие вот самокатики теперь. К вашим услугам. Конечно, неплохо было бы инструкцию хоть где-то повесить. А еще если бы на русском. Кто будет ими пользоваться, пишите подробности, как это все происходит. Вот они тоже на каждом буквально. Велосипеды убрали. Те велосипеды, которые стояли. Я так и не понял. Я не видел никогда, чтобы мне кто-то пользовался, кстати, теми великами. Тут уже такую... Ушатали уже вон сзади. Но они не новые. Но вот это точно не новые. То есть где-то он уже ездил, где-то он уже работал. Котейки, как вам классно тут? Тепло, да. Что тоже голодное? Котейки. Плохо, когда людей мало, да? Посмотрите на море. Я сейчас дам этим котикам. Друзья, пробивается солнышко. А то не дождь, то лучи солнышка там вдалеке в море. Если бы сейчас эти тучки его пропустили. А может еще и пропустят. В принципе, время сейчас 3 часа 10 минут. За 2 часа еще может солнышко появиться. И все может быть. Смотрите. Оно там. Конечно, если бы сейчас солнце вышло, у нас бы по ощущениям было бы за 20-ку. Легко. О, вот этот пляж я люблю. Давайте подойдем к этим. Ну, то, о чем я говорил, что потеряется индивидуальность. Вот, допустим, вот этих коней, я если правильно понимаю, их уже нельзя будет поставить. То есть, это вот фишка этого отеля. И это фишка, которая многих привлекала. И я всегда с удовольствием ходил, снимал. И вы с ними фоткались. То есть, уже их не будет. И будет все одинаково. И сложно вам будет выбрать даже. Ну, я не знаю. Ну, вы поняли, о чем я. Вот красиво. Видите, вот. Что говорить. Вот оно все перед вами. Может быть, вы их уже и не увидите никогда. К сожалению. Так что, что Новый год приезжает, фоткайтесь. Фоткайтесь. Память, память останется. А может, конечно, разрешат какие-то дополнительные. Ну, вряд ли, наверное, если все будет одинаково. Наверное, вряд ли разрешат какие-то дополнительные делать декорации. Это, конечно, немножко печально. Но будет красиво. Посмотрим. Я так понял, пока что снесли только этих параглайдингов. Остальные все так. Там чувак вермошкой надо вам его показать. Чувак, давно я тебя не видел, а ты все так же. Так же, наверное, на том же месте. Прувент. Куда он смотрит? Давайте посмотрим вместе с ним. На 13-й пляж. Ну да, это же Ромкино любимое число. Елки-палки, да? 13-й пляж. Блин, Валерия. Елки-палки. Олег, вот если смотрите сейчас, Валерия, вот посмотри на него внимательно. Я, конечно, понимаю, что это смешно сравнивать, да, скульптуру с Олегом. Но вот у него что-то есть, вот я не могу четко выразить. Вот посмотри реально внимательно, вот так спереди. Олег, конечно, в сто раз красивее, это не в том вопрос. Но вот у него есть какие-то черты лица, и вот так вот немножко видно. То ли взгляд Олега у него немножко есть. Люди, кто помнит, гусь-крустальный Валерия с Олегом. Олег всегда доставал на пляже Вайт Голда голыми руками. То рыбу ловил, то еще что-то нам выносил, то крабику. Вот какой-то взгляд у него. Олег, что-то вот твое реально есть у него. Я вот просто сейчас смотрел, смотрел, стоял, вот присмотрел, вот как-то, ну... Не, с этой стороны нет. Вот именно вот, вот так вот, наверное, вот самое-самое, вот когда задумчивый такой взгляд сбоку, чем-то он похож на Олега. Вот, Валерия, если ты заметила, значит, я не гоню, значит, на самом деле так. Так, вот тоже транспорт. А велики они, наверное, поубирали все, потому что я смотрел там в районе Вайденвайд, где были велики, великов сейчас нету там. Гуа. Опа, тут Гуа написано, да? А я не видел. Почти, что я здесь видел? Саратов, да, здесь где-то видел, еще что-то видел. А Гуа не видел. Такое впечатление, что может дождь пойти. Или туча все куда-то пронесет и выйдет солнце, или пойдет все-таки дождь вечером еще у нас. Тринадцатый пляжик. Ну вот мы, в принципе, и дошли, как я вам говорил, до отеля Аладдин. Давид, да у вас так мы и идем. Ну, возможно, кто-то там еще на Дамлаташ купается. Кафешки, они все практически работают. Фонтанчик. Ириха, не знаю, где Саратов был. Я его проскочил уже, наверное. Sorry. Я не специально. А может сейчас здесь будет, я не помню, где он был. Дорога. Чуть или больше стало, или я их не все видел. Раньше. Так вот у нас не Саратов случайно. Ну, там польский какой-то город. Наверное, Саратов проскочил таки. Где-то он был, да? Кстати, а почему Саратов? Город побратим, что ли? Так, ладно, идем к Аладдину. Как я и обещал. Повезти у вас до Аладдина отельчика. Тоже вот женщина с игрушечками. Купите, люди. Она там будет стоить каких-то 20-30 лир, эта игрушечка. Купите, сделайте приятно людям. Сейчас сложное экономическое положение у людей финансовое. Вот, миленькую собачку можно купить. Либо еще что-то. По 50 лир есть, дешевле. Что, мраба? Чо, гузель? Супер. Супер. Приходите, вот, покупайте. Кто на Новый год приезжает. Мочалочки по 30 лир хорошие. Реклама. YouTube. По 30 лир. Вот любую мочалочку на память про Аланю. Или вот такую вот миленькую собачку. Придите, бабушку поддержите. Я вот стояла, бабушка вот такая у нас возле апельсинки. Фонтанчикового. И она. Ну, тоже игрушечки продала. Я смотрю, у нее грецкие орехи. Думаю, ладно, игрушечки мне не нужны. У меня обезьянка мытина есть. И мой собственный чебурашка. А вот орехов просто купил, чтобы бабушку поддержать. Вот эти вот цветы потрясающие. Все забываю, как они называются. Попуга их называют, но есть у них еще научное название. Их можно купить в цветочных магазинах. Российских, украинских. Но стоят они, я вам скажу, мягко скажем, недешево. Смотрите, какие красивые. Все цвета как раз, да? Разноцветного попугая. Все цвета как раз представлены. Вот отель Аладдин, друзья. Я вас довел, в принципе. Хочется к морю на песок там. Люди местные, скорее всего. Возле моря. Вот смотрите, солнце, оно вот-вот. Вот оно у нас на ладони. Вот прямо у меня солнце. Но вот коварные тучи. О, человек раздевается. Будет купаться, что ли? Местный. Мужчина местный. Чуть-чуть. Вот тучки проступились. Или вниз бы опустились. И солнышко бы сейчас было светило. Сразу бы стало гораздо теплее. Смотрите, какая красота. Тут сейчас тишина такая. Так здорово. Вообще я вам передать не могу, как здесь сейчас. Какая атмосфера. Они закатывают все. Водичку будут пробовать. По колено закатывают брюки. И детям, и себе. Вот такая вот красота. Так, и там кто-то купается. Он в волнах. Там мужчина, голова торчит. Так что купающихся много. Два дня до Нового года, люди. Вода 19,8. 19,8 вода. Только в Алании. Наша любимая. В Анталии, я думаю, что уже не такая. Кстати, надо посмотреть температуру воды в Анталии. Но я думаю, что скорее всего на градус там отличается как минимум. Давайте на кошачьем домике с вами попрощаюсь. Тихо, так спокойно. Вообще кайф такой. Так здорово. И погодка хорошая. В принципе, сейчас можно тут и в шортах ходить. В Конаклы реально было бы холодно в шортах. А здесь сейчас можно было бы вполне идти даже в шортах. Я надеюсь, завтра у нас будет хотя бы градусов 18. Но это надо, чтобы не было... Чтобы солнца было. Не было дождя и было солнце. Тогда будет 18. И по ощущениям они будут больше даже казаться. И котики у нас клеопатровские пляжные. Есть у вас еда тут. Да не бойся, не бойся, не буду подходить. Какой серьезный сидит. Аж не хочется уходить с этого моря потрясающего. И вас выключать не хочется. Надо сматываться, потому что дождик, я думаю, скорее всего пойдет. Финики. Финики, друзья. Под ногами не только апельсины, но и финики. Это все финики, елки-палки. Бесплатные. Представляете, там где-нибудь, да, в центре Киева или в центре Москвы, да. Люди входили, вот так по финикам топтались бы. Смешно. Зеленогорск, Санкт-Петербург. Привет, кто в Зеленогорске. И Питеру привет. Рома, Лена, привет. Здесь... Польский какой-то город. Вадзислав, Сласки, как-то так. Что-то я спать хочу. А, ну да. Спать хочу, потому что я спал сегодня всего 3 часа. И в 7 часов я уже из дома выехал. Там он, российская машина стоит. Вот так тихо сейчас, вообще так здорово. Все, друзья, спасибо за лайки. Вот такая прогулочка у нас. Скорее всего мы это смотрим 31 числа. Всех с Новым Годом. Мира, добра вам. Главное, позитива, здоровья. Самое главное это здоровье и мира. Все остальное это уже дополнительно, поверьте мне. Спасибо за лайки. Приезжайте купаться на Новый Год. На Новый Год вода такая же будет, естественно. 19,5, как минимум. Если повезет. Если солнышко пару дней прогрело до Нового Года. 30-31, если будет солнышко, то вода будет ближе к 20. Потрясающая тишина. Красота сейчас здесь. Все, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова